Всем привет! За последнее время мобильная связь хорошо шагнула вперед. А утром, проснувшись, мы сразу хватаемся за телефон и быстрее смотрим свежие новости в мире. Ну или смотрим же, сколько вам поставили лайков в Инстаграм или в ТикТок. Сегодня я решил затронуть тему мобильного интернета или мобильной связи в Турции. К сожалению, такой информации в интернете мало, ну или никто ей в основном-то и не делится. Все очень, так скажу, наверное, жадные. Сегодня я подскажу, какие цены, тарифы и где лучше всего покупать сим-карту. Не во всех отелях есть стабильный интернет. Зачастую приходится спускаться на ресепшн для отправки друзьям или родным сообщения через мессенджер, ватсап, вайбер или через телеграм. Да и, в общем, воспользоваться всемирной паутиной интернет. Также интернет нужен будет, если вы активно путешествуете по Турции своим ходом, ну или своими силами, так скажу. Я покупал себе сим-карту в России. Сим-карта называлась «Оператор Тили-2». На тот момент это был самый выгодный для меня вариант. 1800 рублей пакет, премиум. Интернет был безлимитный, как мне говорили, но в итоге оказался лимит там 400-500 мегабайт в день. Ну, на первых порах мне эта сим-карта очень сильно помогла. Был интернет, я мог спокойно общаться через гугл-переводчик и работал навигатор. Это не реклама. Просто приезжая в незнакомую страну первый раз или не зная особо маршрута, своим ходом и без мобильного интернета это очень большой стресс. Возьмите на пару дней роуминг у своего оператора. Да, это будет дорого, но это сэкономит вам время и нервы. Но что делать, если вы уже в Турции? Не советую покупать турецкую сим-карту в аэропорту. Слышал, что ребята купили в 2 или в 3 раза дороже. Одним словом, сим-карта выходит золотая в аэропорту. Так что не советую покупать. Здесь есть несколько основных лидеров мобильной связи. Все операторы со стабильным интернетом. Сбоев у меня, по крайней мере, не было. Да и, друзья, то же самое, стабильный интернет и нет проблем. Но у всех есть лимитный интернет. К сожалению, как в России нет тарифных планов с безлимитным интернетом. Перейдем к операторам. Это 3 оператора. Vodafone, Turkcell и Turktelecom. У всех одинаковая цена на одинаковые тарифные планы. Примерно одинаковые тарифные планы. Объясняю основную фишку турецких сим-карт. Первый тарифный план, так скажем, продается максимальным объемом. Из-за этого цена за первое подключение будет максимальной. И в тот же момент разная. Последующие тарифные планы будут гораздо меньше. Примерно 35 турецких лир. Смотря какой пакет вы в дальнейшем уже выберете. Сейчас расскажу о ценах, объемах гигабайт интернета и минутах, ну, минутах смс, сколько входит в тарифный план, так скажу, у каждой компании. Начнем. Начнем с Vodafone. Стоимость сим-карты 135 турецких лир. Что входит в данную сим-карту или тарифный план? 25 гигабайт интернета. Интернет на все, но учтите, что YouTube сжирает очень много интернета. 750 минут разговора в государстве Турции. Звоните родным или знакомым только через мессенджер, такие как WhatsApp, Viber или через Telegram. 250 смс также на территории Турции. Недавно, кстати, покупал себе сим-карту в Турцель и стоимость составляла 130 турецких лир. Стоимость входит 25 гигабайт интернета, 750 минут разговора и 750 смс. Следующий это будет Турк Телеком. 140-160 турецких лир примерно. У всех по-разному. Что я подходил, мне говорили 160 турецких лир. Кто-то говорит, подходит, им говорят 140 турецких лир. То есть, всегда по-разному. Там входит 25 гигабайт мобильного интернета, 750 минут разговора, еще раз уточняю, это только в государстве Турции, не на международной звонке. Также 750 смс. Во время покупки сим-карты уточните у мессенджера, как проверять количество оставшихся гигабайт и минут с помощью набора комбинаций цифр и значков, там, решетка, звездочка. Это упросит вам задачу в контроле своего тарифа. Также можете установить приложение оператора на телефон и попросить менеджера его активировать. В дальнейшем она вам пригодится, если вы потратите быстро пакет интернета или для изменения общего пакета на более выгодный. Это уже в дальнейшем. Допустим, закончился у вас пакет интернета. Вы заходите в приложение и можете докупить еще гигабайт интернета. Но перед этим нужно будет пополнить сим-карту на данную сумму. Тарифы на дополнительный интернет варьируются примерно от 19 турецких лир за 2 гигабайта интернета. Ну или примерно 10 гигабайт интернета за 49 турецких лир. У всех операторов разные цены на дополнительные пакеты. Так что нужно смотреть расценки в приложениях. На мой взгляд, если вы приезжаете жить, то можно или даже нужно покупать местную сим-карту. Она пригодится во время подключения абонентского номера на электричество. Да и много где еще она пригодится вам. А вот если вы все же приехали как турист, то тут уже дело за вашим выбором, так скажу. Где можно приобрести сим-карту? Можно приобрести в официальных офисах продаж операторов сотовой связи, а также, допустим, в агентствах недвижимости или в других официальных фирмах. По идее, ее можно купить везде, но нужно понимать, что цены будут везде разные. Сколько же вам надо интернета? А тут нужно понимать, какие у вас задачи. Если просмотр сериалов каждый день, то вам 25 гигабайт точно не хватит на месяц. Если использовать только мессенджер, ватсап, вайбер или телеграм, то вам этого объема будет даже много. Но лучше пускай будет запас. Если вы активно постите фото-видео в инстаграм, ютуб, то нужно понимать, что у вас трафик тоже быстро уйдет. То есть вам придется дополнительный, скорее всего, мегабайт, скажем, в дальнейшем докупать. То есть без этого, как говорится, некуда. Я, допустим, пользуюсь связью Turkcell, меня пока все устраивает. Кстати, как долго можно использовать свой иностранный телефон на территории Турции? Есть радостная новость. Вроде как государство Турции увеличило срок разрешенного пребывания граждан с иностранными телефонами до 365 дней. Это в связи с вирусом или пандемией. То есть раньше у вас блокировали телефон через 90 дней после приезда в Турцию. То сейчас его блокировать не будут аж целый год. То есть представляете, как супер. Что значит блокируют? Телефон блокируется в базе сотовых вышек Турции. И он не сможет отправлять или передавать сотовый сигнал. Вы ходите, как будто у вас нет сети на телефоне. Я хожу уже полугода, меня пока не блокируют. Блокировка телефона происходит, если у вас стоит местная сим-карта. Если иностранная сим-карта, то телефон не блокируют. Если захотите его разблокировать, вам нужно будет обратиться в специальное учреждение. Заплатить налог в размере примерно 2000 лир. И ваш телефон будет официально работать в Турции без каких-либо ограничений. Также можно разблокировать через местных кулибиных. И это обойдется для андроида, по-моему, 100 турецких лир. Но для ифона, кстати, не знаю. Но это уже черная манипуляция, так скажу. Говорят, что помогает, и телефон потом не блокируется. Но это на свой риск и страх. В Турции мобильная техника очень дорогая. И государство заинтересовало, чтобы местные граждане покупали ее только тут, больше нигде. Так скажу. А так, в общем-то, сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Серов из Турции. Всем хорошего дня. Пока-пока.